Rainbow English, рабочая тетрадь, 4 класс, степ первый в Юнити 7. Первое задание аудирования. Посмотрим на рисунки, послушайте аудиозапись и написать название тех продуктов, которые были утром в холодильнике, но которые не упомянул диктор. Итак, были неупомянуты a pineapple, вот мы его видим, ананас, a cabbage, капуста, и orange juice, без артикля, потому что неисчисляемое существительное, апельсиновый сок. Вот он. Все остальное диктор упоминает. Второе задание. Выбрать ту форму глагола to be, которую следует употребить в этих предложениях. Глагол to be, это быть в прошедшем времени, имеет формы was и were. was используется с единственным числом, а was – со множественным. Получается, нам главное определить подлежащее и понять, в каком числе оно стоит. Итак, наша кухня была не очень большой. Кухня – единственное число, поэтому выбираем was. Если идет фраза the was, the were, перевод лучше делать с конца, так красивей. В ней был холодильник, стол и четыре стула. Во фразах the was, the were объединять вот эти вот существительные не нужно. Нам нужно только первое, стоящее за глаголом существительное. То есть захватываем вот этот первый холодильник, он в единственном числе, и вот он влияет на глагол. Поэтому was. Опять же, с конца. В нашем доме было два дивана. Здесь первое существительное – это диваны. Множественное число выбираем в. На столе было много овощей. Много овощей, понятное дело, множественное число выбираем в. На нашей улице была школа и два магазина. Влияет слово только школа. То есть вот это все нам не нужно. Школа единственного числа выбираем в. В саду был велосипед и игрушки Лиззи. Нас интересует только слово велосипед. Он единственного числа, выбираем в. В школьном рюкзаке или в школьном портфеле в Венде было много ручек и книжка. Много ручек, множественное число выбираем, значит в. Третье – написать эти глаголы в прошедшем времени и выбрать транскрипционный значок, который показывает, как же их произносить. Напомню, окончание «иди» в прошедшем времени у глаголов оно может читаться как «д», как «т» или как «ид». Это у меня «ид» такая написанная. Поэтому просто проставляем прошедшее время у всех этих глаголов и потом подбираем, с каким же звуком оно произносится. В первом случае у нас было «любить», то есть «любил» прошедшее время, везде будем делать «loved», закрыл «closed», показал «showed», почистил, убрал «cleaned» и ответил «answered». Поэтому они все произносились «ди». Вот здесь, конечно, очень сложно, все так запутанно сделали. И у нас получается первое… Так, вот это вот «би» выбираем, получается это транскрипция. Второе. Прогуливаться. Прогуливался. «Walked», готовил «cooked», работал «wacked» и спросил «asked». Это все читалось с окончанием «т». То есть выбираем второе, вот «си», звук «ти». И последнее. Если слово, глагол заканчивался на «т» или на «ды», то читаться окончание «иди» уже будет как «ид». «Counted» – считал. «Wisited» – посещал. «Skated» – катался на коньках. «Wanted» – хотел. То есть это все читаем как «ид». Четвертое. Нужно составить словосочетания, соединив глаголы из первой колонки со словами из второй. Первый. «Helped» – это у нас «помогал». «Помогал что?» «Моей маме». «Counted» – считал. «Что мог считать?» «See the chicks» – цыплят. Третий. «Listened» – слушал. «Sлушал» – слушал. «To music» – музыку. Прилог «to» в русский не переводим. Он просто должен стоять по правилам. Так, у нас дальше. «Watched» – это «смотрел». «Что смотрел?» «Новый фильм». «A new film». И последний. «Played» – выбираем. «A the piano». То есть играл на пианино. Следующее, последнее задание. «Используя известные тебе глаголы в прошедшем времени, напиши три предложения о событиях прошлой недели. С кем ты играл?» Варианты, конечно, каждый про себя может написать. Ну, вот примерно, как это должно выглядеть. «I played» – вот он, главное нам поставить прошедшее время. «With my friend last week». Вместо «friend» можете написать «sister», «father». В общем, с кем вы играли, сами придумайте. И можно здесь записать другого человека. То есть «я играл с моим другом на прошлой неделе». Второе, что ты смотрел по телевизору? «I watched a film on TV last week». «Я смотрел фильм по телевизору на прошлой неделе». Вместо «фильма» можно, наверное, поставить «мультик». Но мультика у вас, если не ошибаюсь, не было по программе. «Cartoon». Поэтому или фильм, или, может быть, новости, news. Что еще можно... Ну, что-то вообще YouTube напишет. То есть, смотрите сами, тут можно менять, опять же, этот «фильм». И кому ты помогал? «I helped my mother last week». «Я помогал моей маме на прошлой неделе». Вместо «моей мамы», опять же, вот это можем поменять на любого другого человека. Спасибо. Спасибо.